Музыка 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 Ну, я, мне Барановская, она как раз недавно была у меня, ей 91 год Так она мне шила шляпы, потом в спальне у меня еще шесть шляпы есть, но это, которые именно делают уже массы Ну, и я говорю, я хочу, чтобы вы мне сделали, ну, шляпу летнюю Она говорит, ой, Сонечка, это очень долго, это не для меня работа Она мне хотела научиться, как она шьет, но я не хотела, там надо клей, что-то я не хотела Ну, так я сняла от нее мерку с моей шляпы, и я пробовала шить И первая шляпа была вот эта красная, вот эта шляпа Это была моя первая, которой я начала шить шляпу И вроде бы получилось, так я из того ни разу начала шляпу шить Ну, вот эти шляпы мне, ну, все мне вот эти шляпы мне нравится Субтитры В 6 лет я, значит, и суправы в интернате, в еврейском, приносили вешеваться там скатерти, гардины, решелье. А я мечтала, вот маленькая была, и вот дети старшие бросают нитки, у меня же нет денег на нитки, так я собираю и найду трапочку, помою и я нарисую цветочек, я вам потом тоже нарисую, чтобы вы видели, что я рисую тоже. Ну, и вот я тут же начинаю вешивать, и так старшие, уже дети видели, что я вешиваю. Ну, я говорю, дайте мне вешивать хоть стебельки. Нет, уходи, ты маленькая, ты маленькая. А некоторые мне дали. А потом глади я сама научилась. Вот уже 8 лет я уже глади вешивала. А в 11 лет мне заведующая латышка из интерната дали скатерть вешивать. И за месяц я и вешила большой скатерть. А цветы там были большие, только глади, только глади там было. И вот так я люблю вообще работать. Я встаю очень рано и приготовляю что-то около машины, чтобы делать. И я шью. Вот на кухне у меня 1900 передники висят, маленькие. Ну, там большие тоже. Ну, я их шью уже 21 год, как я их шью эти передники. Муж умер. И думаю, я одна говорит, знаете, Соня, Эллерин уехали, и мне осталась моя внучка или дочка там делала что-то из тесьмы такой-то. Я вам принесу, а вы что-то сделаете. Я взяла и сделала вот там висят такие. Это первые, самые первые. Вот. Вот такие вот карманчики я еще сделала. Вот с карманами они. А потом я шью, ну, большие, остается же кусочки. Так я думаю, я сделаю еще, сделаю еще, еще, еще. В общем, да сто. Я говорю, ну, больше некуда весить. Заходит сосед и говорит, как мне что-то. Вот же тут вся кухня у вас свободная. И как он сказал, так я начала шить. И вот так понемножку я шью, и шью, и шью. На всех зверей есть передник. Вот видите? Вот это отец. Это его ребенок, тоже передник. И вот жена его, тоже в переднике. И вот это игрушки, я не знаю, что это, но тоже есть в переднике. Так что все у меня в переднике сидят. У меня нарядные передники, золотые там есть, ленты мой зять достает. И мне 15 передников выходные для себя есть отдельно. Ну, а простые, вот так, это не передник. Это картошка, вытереть руки, и все. Это не передник. Было у меня 70 лет. Я обещала, вот этот передник сделала. Все, где золотой? Вот, вот, он уже 14 лет сейчас. А вот тут я хочу, они достанут розовые, вот тут кругом обошу. Вот, 40 лет. Минограмм взяла, вот. Я знаю маленькую песню про Лигу. Можно спеть? Да. Ну, мне мама не было, это ясно, я вам сказала, да? И так я была в интернате, 8 лет в еврейском и 5 лет в латыйском интернате были. Когда мне было 11 лет, так все интернаты, которые были еврейские, русские, латыйские, все соединились в один латыйский. И если кто скажет, что жит, вот этот день, или он не будет кушать, или он не в угол простоит. Вот это был приказ такой, заведующий дал приказ. Ну, и, ну, и дружили дети, потом уже как одни, понимаете? Мы настолько говорили по-латышски, когда, кто их со школы, кто с работы идет, ну, евреи, когда встречаются на улице, ну, и с работы кто, надо же в интернат идти. Так мы забыли, что мы евреи, и мы говорим по-латышски. Когда мы видим наш дом, мы говорим, ой, мы же могли по-еврейски говорить, мы же забыли, что. Понимаете, настолько же привыкли. Ну, он портной, и всегда у него для магазина он работал. Ну, и бывало, эти заказы тоже принимал дома, но он работал день и ночь. У нас все были братья, были партнеры, и я была партнер. Партниха я работала тоже, приходила из интерната, интернат был на Старом Фордштадте. Так я ходила на работу, пешком, конечно. В еврейском интернате я говорю, ну, я тоже хочу играть, да, я со мной. Уходи, ты маленькая, я тебе сейчас удару. Теперь бы сказали, я тебя сейчас убью, а раньше сказали, я тебе сейчас удару. Ну, и все равно я ложусь спать и думаю, вот он пойдет так, я пойду так, он пойдет так, я пойду. Только шахматы. Но учился в школу хуже всех. Я три года сидела в третьем классе. Ну, а в четвертом мне уже было пять пятерок, одиннадцать двоек. И вредная учительница. Она двойки ставила через две клетки, а пять пятерок маленькие в одну клеточку. Она смогла наоборот. И видно, она рисует хорошо, так они были как нарисованные, как будто офицеры стоят в одну линию, одиннадцать двоек. Там это доктор Айболит я нарисовала. Вот это доктор Айболит. Это красная шапочка. Вот волк и вот. Но там девочка получила случай там нарисионных. А мне как будто перепуганная она. Вот такие цветы я обычно нарисую. Сейчас я вам покажу, как нарисую. Хотите видеть, что я рисую, да? Музыка. В Еврейском интернете учили танцевать, я танцевала. В шесть лет я уже на сцене танцевала, и потом тоже одна балерина, вторая пришла, и вторая Мирцева. Первая была Любайзен, я помню, а вторая Мирцева, она была самой лучшей балериной в Глатве. И я у нее учился, ну и я все, и Чардос, у меня есть дома, у меня Чардос есть карту большую, я сделала. Брат, когда бежал, видно, мою карточку было в кармане, а когда его ранили, так он мне в Татарскую область послал карточку. Она была вся в крови, я с мылом отмыла, и все, и вот мне было. Поэтому у меня есть портрет, где я танцую и Чардос одна. Я и Тарантелло танцевала, и Чардос, и это одна я танцевала. Ну и вдвоем, и в четвери, там, и балерины, как они, они очень вредные балерины. Вот как они, вот уже все хорошо, нет, еще, вот еще, ну я уже знаю, что я сделал, вот еще чуть-чуть. Они очень вредные. Теперь я бы у них не могла бы учиться. Вот это я на Украине, вот это, где курсант один сфотографировал. Это тоже платье я сама шла, я не помню. Ну, на Яну Дену мне исполнилось 77 лет. Вот, и я сфотографировалась, вот тут 77, тут 72. Ну, кастрюли, вот, вот, раз, два, три, это были мои. А мои сестры, когда уехали, так они мне дали их кастрюли. Но этот, который, так они где 60 лет, где 50, вот такие они. А вот этот, самый новый, ему только 21 год. Когда муж умер, перед смертью, ну я все время говорю, я хочу такую кастрюлю. Зачем он же? Ну, когда он умер, то я все-таки, вот этот в середине, это только 21 год. Остальные тут, а вот эти, я не знаю. Когда мне женщина одна отдала, она говорит, Соня, это моей мамины маме. А ей сама было уже больше 60 лет. Эти две кастрюли, вот, вот это и это, да? Муж заболел, да? Так я выбежала, я купила кастрюлю, чтобы ему кушать, носить. А моя матча говорит, Соня же подумает, что ты будешь всю палату кормить. Так я выбежала и купила этот маленький. И вот мне они остались. Так, а моему сыну тогда было 6 лет, а теперь ему 58. Значит, вот эти кастрюли, шесть, шесть, пятьдесят два года. Вот эти маленькие. И моя мама тоже любила банты, папа сказал. Так я сделала сумки с бантом. Вот. Тут же карманы, везде карманы. Еще кусочек лежит. Это как пришла в этой квартире. Вот эти сумки, тридцать лет. А, и вот тут листики я тоже висела. Вот это я не помню, она висит давно. Вот. И были кусочки кожи в, ой, около базара старого. Там покорок такой. И там была кожа. Так я все время там купила маленькие кусочки. И составляла сумки. А что и было, я тут, у меня строчки были неровненькие. Я цветочки, этой листики еще не были. Я встала пол второго, хотела отбороть. И вдруг около машины я вижу, что валяется кусочек кожи. Так я вырезала четыре листики. И я их пришила. Не надо было мне пороть. Это когда был в гетто, так меня дилерин это мне оставил. И он бежал тоже. Так и он нашел вот это на улицу. Ну, кто-то, видно, севреев держали и выпустили. Вот. Так это плечонки. Вот. Да, уже было там, там у меня глади вышит, а там стебельки. Там уже, ну, видно, рвалась она там уже. Ну, я руками делала. Я же рисую. Так я сама придумала вот так, чтобы побольше. Там было такое же, только вот эти стебельки. А полные не было. А я сделала полные. В первые дни я ничего не поняла. А потом, видимо, люди ходят и кто с мешочком, кто с корзиной. И так и мы. Но пусть и так закрыли на ключ и так и пошли. Папа мой был портной. Конечно, там много костюмов и все. Для магазина он работал. И так мы ходили. Но что самое главное, что где мы заходили, вот в Латвию, в деревню еще, так не выпускали, пока нас не накормят. Вот это было. И вот это. Я это забыть. Я каждый раз вспоминаю. Ну, мы приехали, да. Нам сразу в столовую отвезли. Ну, все евреи. Ну, там русские тоже некоторые стояли. Ну, тоже эвакуированные же. Все из поезда вышли. Ну, и татари, пожилые люди. У них на голову было деньги. На голову, на руки, на ноги некоторые наследие. И мы смотрим и ничего не понимаем. Это только старые люди, молодые, уже не наследие. Ну, и мы стоим. И подошел к нам начальник милиции. Сказали, что это начальник милиции. И он говорит, а татары много собрались смотреть на нас. И они спрашивают, а кто за люди они? Они евреи. А татары говорят, а где у них роги? Потому что Моисей носил роги. Так они и думали, что евреи родились с рогами. И пи-пи-ше-пи-ше-пи-ше-пи-ше-хора кумер-ге-хола. Все. Я тогда пела, и эти кусочки, два строчки я забыла. Вот когда люди, и когда снимают, так всегда что-то забывается. Вот когда вы будете что-то делать, чтобы вам никогда никто не мешал. Когда мы работали, так одна смена начинает. А моя смена, я была бригадирша. А моя смена, ну подхватываете тоже. И когда, ну, они кончают, так уже перепели все. И я опять, я говорю, мои дети, которые напротив, ты молчишь. Ну, и вот я начинаю. Мотив, мотив. Это тоже их татарский мотив. Специально это, специально сделано. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Наши смены на пять, начинайте так целый день. Ну, я сшила патронтажные сумки. Я была бригадиром. Ну, и самая тяжелая операция, это моя была. Патронтажные сумки надо было ремешки пришить. Ну, один раз. И в этой же строчке еще раз. Потому что, ну, эти же пули там, эти, патронтажные сумки, чтобы держались ремешки. Ну, а, так что было случайно, что вы сказали. Напротив меня, она татарка, но она по-русски чисто говорила, потому что она с Калининграда тоже бежала, как и все. Ну, и я говорю, слушай, Галя, я хочу один ремешок пришить закрытыми глазами. Но ты смотри только, чтобы я со строчкой не сходила. Но если ты что-то увидишь, так ты только скажи, Сара, тихо, чтобы никто не слышал. Ну, я же не слышу между работами. И так и было. И я пришила ремешок, я открыла глаза, хорошо. Потом второй, я открываю глаза, приложила, и я шью. Ну, я пальцем вот так, с закрытыми глазами. И я слышу, та смена перестала машины работать. У меня только вроде бы моя машина. Почему-то все машины остановились, и я только одна работаю. Я пришила ремешок, и я открываю глаза, и кто-то руку положил на мою плечо. Я крикнула, ай, председатель стоит около меня. Он говорит, я сколько лет работала председателем, но такую тяжелую операцию пришить с закрытыми глазами, такого я еще не слышал. Ну, все смеялись, и тихо, потому что он, видно, сказал, чтобы тихо, чтобы было тихо, чтобы не кончаться шить. Понимаете? С закрытыми глазами, строчку в строчку так сделать, такого, он говорит, я еще не видела. Три раза в газету про меня писали. Ну, что я быстро шью, что я бригадир, что я понимаю, как показать этим рабочим. Там и татары тоже были, но они понимали. Чуть-чуть они договорили по-русски. Мне 84 года. Ну, я люблю работать, я люблю убирать квартиру, я каждый день почти мою пол. И я вот ищу, что пошить, я шью день и ночь передники, до пол второго бывает ночью. Но я уже руками на машину, уже слышно внизу, так же некрасиво же. Ну, так я шью, и я все время занята, люблю готовить. Я не бывает, чтобы я без обеда была бы, такого не бывает. Я всегда люблю что-то делать. Я никогда не шью. Вот смотрю телевизор, так обязательно я должна что-то делать. Ну, хоть что-то. Я и смотрю, и шью, смотрю, и шью, вот так. А вот так, как я сейчас ищу, так это до модных, мне кажется, у меня сегодня. Субтитры подогнал «Симон»!